всем привет майлз дэвис у меня вот здесь на пластинке записан пластинка называется он дакона 1972 год что я могу сказать об этом замечательном альбоме но для начала скажу то что он замечательный с любой точки зрения он удивительный и видно да и неповторимый повторить это невозможно потому что музыка на этой пластинке и на первой на второй стороне состоит из склеенных между собой обработанных фрагментов многочасовых джемов которые исполняли артисты числом 21 человек чтобы не быть голословным я сразу озвучу некоторые имена но мало того что здесь три или четыре исполнителя на клавишных инструментах играет числе которых чикария херби хэнкок духовых я не буду перечислять всех их очень много два человека на электрических ситарах играют естественно майлз дэвис на трубе и на клавишных майкл хендерсон бас-гитарист с примочкой вау-вау так же как и дэвис кстати играет на трубе через примочку вау-вау через педаль вот эту замечательную он часто очень это делает и на разных альбомах использует этот самый вау-вау три барабаны 4 барабанщика 4 перкуссиониста про духовые я уже сказал что озвучивать не буду их число всего 21 человек что же случилось ну можно сказать что майлз дэвис это один из тех артистов если не самый если не самый тот артист если не самый главный из тех артистов которые постоянно разочаровывают как критиков так и слушателей это звучит странно потому что все знают о гении майлз дэвиса о том что он музыкант я не знаю как сказать номер один не номер один ну что он гениальный абсолютно музыкант композитор исполнитель фигура в музыке двадцатого века которую изъять из музыки двадцатого века невозможно половина музыки двадцатого века и двадцать первого века держится на том что придумал и сыграл майлз дэвис в частности вот этот альбом критики называют исходным отправным пунктом музыки постпанк музыки эмбиент музыки транс музыки джангл и много 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 музык еще одну постпанк я не знаю как соотносится с пластинковым декона но вполне возможно я не настолько глубоко погружаюсь в исследование музыкальных тканей чтобы найти в постпанке я вообще с трудом представишь такой постпанк курехин говорил что вся музыка которая сыграна после панка это постпанк если буквально подходить да вот панк закончился там условно говоря в восьмидесятом году и вся музыка мира которая записана после восьмидесятого года это все постпанк но я отвлекся на секунду о разочаровании от гения все ждали и ждут и продолжают ждать в любом качестве продолжение его гениальной музыки его гениальных творений что я имею ввиду что если человек записал гениальную пластинку в стиле хард-рок все ждут следующую гениальную пластинку в стиле хард-рок потому что ну так здорово получилось так хорошо это кстати на примере группы дипе получили интересно потому что пока они играли хард-рок все их любили безумно как только они заиграли что-то в сторону так называемого прогрессив рока я имею ввиду последние там 3-4 альбома все стали старые любители дипе пол стали говорить о это вообще какое-то что-то непонятное какая-то тоска ну так вот от гения который записал гениальную пластинку ждут вторую такую же точно гениальную пластинку если вторая или третья или пятая или десятая пластинка отличается от первой гениальной пластинки просто по стилю просто музыка другая сейчас разгарит он нас предал он не наш он продался он я не знаю что еще сторчался спился скурвился нас на бабу променял все что угодно говорят но всерьез эту музыку не рассматривают и никак не соотносит ее с личностью автора и лишая тем самым автора права на самовыражение права на поиск права на то что он хочет делать музыку которая ему интересна в данный момент мы с дэвис играл как и все прочие и бебоб и постбоб и хардбоб и кул в общем такой джаз джаз все привыкли к джазу и все любили майлса дэвиса в этом качестве безусловно прекрасные пластинки потом вдруг бац модальный джаз появился то есть что это значит модальный джаз я с трудом могу сформулировать что такое модальный джаз вы можете посмотреть в любой энциклопедии эта музыка гораздо более лаконичная чем привычный джаз чем тот же самый бебоп до музыка которая построена фактически там на одном аккорде или на двух и импровизации строится на строится ладова не не они импровизация не идет за сменой многочисленных аккордов десятков аккордов которые в бебопе например как количество аккордов увеличивалась с дикой силой и сложнейшие вот эти импровизации которые следовали за аккордами они превращались соревнования техники просто соревнования в скорости в звукоизвлечении в технике в драйве в чем угодно а музыка за этим всем уже исчезала просто все усложнялось 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 количество аккордов росло или же люди играли просто классические стандарты по разному по всякому по-своему общем становилось не то чтобы скучно но предсказуемо очень я очень люблю эту музыку старый джаз да там пятидесятых шестидесятых годов она понятно предсказуемо очень комфортно очень классная блестящие исполнители шикарно все сыграно но есть такие вот гады которые хотят все время развиваться все время менять что-то все время выходить за рамки и вот дэвис вышел за эти самые рамки с пластинками milestones kind of blue с этим самым модальным джазом с короткими мелодическими фразами с ограниченной очень гармонией а 12 аккорда и все и на них строится вот это вот импровизация которая является развитием основной музыкальной фразы мы сыграет две музыкальные фразы и потом эти две фразы развиваются используя набор нот из этих самых фраз вот так сыро очень грубо примитивно я обрисовал что такое условно говоря модельный джаз на самом деле это достаточно сложная штука которая кажется на слух гораздо проще если не примитивней чем классический классический джаз на самом деле это ого-го как не просто вообще все сделать в это даже лезть не стоит если вы не умеете играть не слышите классить классить классически построенные произведения ну я заговорил сюда но когда все смирились уже с модальным джазом мэнса дэвиса он в рук заиграл электрический джаз заиграл практически рок практически тяжелый гитарный рок как там на том же самом бич из брус привлечением электрических гитаристов электрического гитариста джона маклафлина яростного яркого громкого и люди сразу сказали джаз ну что это такое вообще что-то не куда его понесло куда понесло в гитарный рок это предательство все смирились потому что музыка очень хорошая все привыкли хорошо стало всем да ну давайте следующий теперь давайте следующий альбом дорогой майлз следующие альбомы были в количестве двух похожие на бич из брюна потом появилась вот эта штука которая вообще ни на что не похожа и критики джазмена сказали опять опять продался продался опять изменил нам предал нас не использует свои возможности прекрасные а играет какую-то хрень какой-то фанк хочет привлечь молодежную черную аудиторию связался со слоем стоуном мальз действительно полюбил музыку группы слоен the family stone о которой я потом как-нибудь поговорю действительно стал играть здесь фанк но под этот фанк танцевать невозможно никоим образом хотя я конечно сказал глупость потому что танцевать можно под любую музыку можно даже вообще без музыки но тем не менее это фанк который не похож ни на фанк не на джаз не на soul не на модальный джаз не тем более на бебоб и уж тем более не на хардбоб и вообще ни на что как было сказано выше уже это отправная точка для постпанка эмбиента транса гранжа и многих-многих современных музык на самом же деле дэвис говорил что эта музыка является нечто средним между слоем the family stone штагаузеном и орнетом колманом мастером авангардного джаза как вы знаете несколько произведений указано в кредитах а именно раз два три 4 5 6 7 8 9 на двух сторонах но выделяется отдельным произведением здесь только black setting это последняя вещь на первой стороне все остальное идет сплошной поток музыки сплошной поток музыки непривычной которые многие музыка не назовут потому что там нет мелодий там есть отдельные музыкальные фразы которые в основном играют гитаристы начинает там джон маклафлин потом подключаются остальные ну гитаристы в силу самого инструмента они обречены играть мелодичные мелодические фразы по-другому не получится этот тяжелый крест который несут все гитаристы только человек берет гитару он начинает тут же играть мелодические какие-то построения мы остались это жестко пресекает здесь все построено на смене звуков на количестве звуков их очень много я уже сказал 21 человек играет все в структуре фанка начинается начинается пластинка вообще из ниоткуда начинается на вал перкуссии сразу ставишь иголку на пластинку включаешь запись сразу на вал перкуссии идет потом басовый риф очень простой из двух нот потом из трех нот и постоянно меняющиеся звуки какие-то свистульки гитара труба вдруг возникает дэвисовская не с самого начала на трубе он здесь играет меньше чем на клавишах клавишные звуки с тембрами не клавишными совершенно какими-то чудовищными стукающими пищащими скрипящими но при этом все мелодично получается я сам себе противоречу ибо мелодии здесь нет но звуки все равно комфортные достаточно несмотря на то что их много они странные все на этом басовом рифе басовом груве неожиданно для себя вдруг понимаешь что вас играет не три ноты а какие-то виртуозные пассажи которые воспринимаются тем не менее как продолжение вот этого басового грува потом эти пассажи заканчиваются опять продолжается губ и вот так все наваливается 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 и кажется что это достаточно дискомфортно все-таки как начинаешь в этом путаться а потом расслабляешься и входишь в этот темный одновременно яркий лес звуков майлса дэвиса переворачиваешь на вторую сторону пластинку и там бас начинает играть с этой самой вау-вау приставкой примочкой в баб баб и сначала непонятно бас ли это вообще я долго не мог понять бас ли это или не бас но потом через какое-то количество времени слышно что это все-таки бас играет все-таки играет бас и чем дальше тем больше вот этот навал звуков навал перкуссии два электрических ситара и все это опять-таки непредсказуемо саксофон на второй стороне прорывается все-таки с условно говоря длинным соло которое явно дэвис пресекает или обрезает уже в студии потом что не надо вот это вот тут развозить понимаете ли старообразного вот эту музыку из джаза шестьдесят второго года здесь уже 72 здесь уже такой музыки не играют эта штука обрезается и продолжается вот этот калейдоскоп звуков все и все это в фанке все это в драйве все это в ритме в бешеном количестве перкуссии хэрби хэн как чикаре все-таки на клавишах тоже не забывайте об этом что они-то играть ого-го как не хуже майлса дэвиса на трубе в общем такая замечательная коллаборация из 21 музыканта смесь музыки штагауза на орната кулмана и слайн the family stone а на самом деле майлс дэвис он дэкона 1972 год одна из самых необычных пластинок современной музыки если брать и джаз и рок и академическую музыку и симфоническую музыку одна из самых необычных записей но очень хорошая и очень приятная для прослушивания чтобы усилить эту приятность для себя пойду пить пока до новых встреч